и снова здравствуйте сегодня по просьбе страдающих животом у нас будет диетическое блюдо в меру кошмых способностей в диетической кухне здоровому образу жизни у нас сегодня опять голяшка не но не говяжья и не куриная а индюшачья вот она вот она родная вот видите в принципе хорошее диетическое мясо нечто среднее между курицей и нормальным мясом между я из нее вытащил все перья которые встречаются в коляшках вы знаете чтоб можно было потом спокойно порцию резать ножом она будет приготовлены с овощами из овощей тут исключительно диетическая морковка и свеженький кабачок небольшой и сыр но это так сверху посыпать чтобы создать какую-то хотя бы короче сыр конечно пойдет не весь вот вот такая преамбула смотрите ну давайте вот в качестве для разнообразия покажу вам как я доставал перья доставайте перья из индюшачьих голяшек вот так вот надрезаете вдоль пера подрезайте вот так вот снизу подрезали вот так и аккуратненько вот оно это перышко которая жесткая не съедобная а вот эта часть мы надолго оставим принципе блюдо в духовке тоже будем запекать его и оно должно у нас размягчить овощи нужно естественно что сделать варьбезы бачок мы порежем такими кружочками а потом на индейку в виде такой чешуи все готовченко морковку мы просто потрем на крупной терке это наш морковь смотрите ну диетические блюда не предусматривают каких-либо специй вообще а вкус надо добавить потому что морковка индейка кабачок очень не обладает каким-то ярко выраженным вкусом и давайте мы его подумаем чем нам ему придать вместо соли мы будем использовать перекладываем морковку блюдо в котором будет запекаться наше блюдо ровненько распределяем ладонышко делаем подушку вот теперь вернемся к нашим вкусом давайте вместо соли пользуем много соевого соуса открыт соленый сладкий а кроме того он обладает свойством размягчения мяса поэтому для индейки это вот для этих пленок которые покрывают голень будет очень даже полезно это будет кипеть когда кабачки морковка дадут сок и все это начнет бурлить и готовится индейку просто раскладываем сверху вот я наша голень дальше мясо у индейки постной жиру там нет но по крайней мере в голени отчет надо же все равно ну-ка как уж совсем так без жира мы добавим сверху слегонца польем оливковым маслом это я называю слегонца вот так в качестве не острых приправ сюда очень даже подойдет смесь прованских трав я еще не пересыпал в баночку сонатизма потому что они обладают довольно ярким вкусом давайте выложим вверх кубачок все прикрыто теперь делаем так это вот все как есть кроем немножко фольгой и пикнем в духовку примерно минут через 30-40 когда все это уже так я надеюсь проготовится мы с вами достанем потычем слегка индейку если она будет нормальная уберем фольгу посыпаем все сыром и отправим снова в духовку просто создать корочку и он в рулончиках у нас оказывается лежит в кулинарном отделении ящиков блин 12 я до сих пор не могу запомнить вырву надо подписать большое тебе спасибо что-то я думаю может вот такая красота посмотрите как быстро все с первого дубля это у нас противень от новой духовки да кстати лайфхак кухонный смотрите противень быть довольно сложно вот эти углы железяка большая геморрой тискать куда-то хотя в раковину власть нормально поэтому знаете купите силиконовый коврик большого размера он закрывает все даже если у вас 30 выпекание там или запекание чуть-чуть где-то прольется какая-либо жидкость она прольется на коврик и коврик мягкий мыть его гораздо проще поэтому теперь я застилаю всю коврику кладем сюда отправляем духовку минут на 40 на 200 грамм ну что прошло 40 минут давайте попробуем достанем у нас там пахнет хорошо но кабачки прям нужной плотности знаете такие чуть вот они будут жеваться они не каши индейка еще жесткая надо еще стоять и стоять похоже так что будем делать я предлагаю засунуть как есть и поднять температуру стоит не очень высоко поэтому кабачки у нас не должны прихватиться сильно ну по крайней мере минут на 20 ждем ну что прошло еще 20 минут будем доставать терпением я тут чуть-чуть без вас дарил бульона от кабачки все прикрыли и потер сыр давайте покроем все это делал сыром ну вот не ничего нормально я успокоился давайте все закроем сыром о чесно расплавится образует корочку мы еще слегонца поддержим и можно будет считать готовым вагоне ну что прошло 20 минут по сыром будем окончательно доставать посмотримский типок вот что лишь я считаю что хорошо индейка просто клевая нож проваливается сыр не перегорел сырная корочка прям как раз она закрыла овощи индейку и всю жидкость в которой сидел прелась топилась варилась тушилась так что я думаю рецепт удался вот смотрите конечно по времени может быть и получилось довольно долго но это ведь голень понимаете вы же видели какие племки на ней а сейчас это все растушилось стало мягким и вполне пригодна к употреблению не только нам ну даже людям с больным живу короче не болейте питайтесь правильно но вкусно будьте счастья